Я как видит, могу сказать, можно спустить это на весеннее обострение, но таких людей очень мало. Это жестоко, зверски. Это дитё несчастное, бедное дитё, за что оно пострадало. Одному Господу Богу и Аллаху, когда она здесь кричала, Аллах Акбар, все вам русским, то же самое. Это не каждому. У нас работают миллион людей из других республик. У нас работают везде, но они себя так не ведут. Она кричала, что Аллаху Акбар, это вообще неправильно. Ислама нет такого, что убивать людей. Это не наша религия, мы считаем. Они вообще не исландовские, у них религии нету. Они вообще без религии живут. Ну хорошо, если она сошла с ума. Чтобы больше такого не повторится, она будет где-то лечиться в замкнутом пространстве. Просто меня трясёт со вчерашнего дня. Я видела это всё. Видела. То есть вы прямо здесь были? Я была вот там, с той стороны, нас не пропускали. Я её не видела, я слышала. А потом она спустилась в метро. Вот этот момент, я как раз присутствовала. Она не мусульманка, мы считаем. Ислама даже нету такого. Человеку сделать больно со словами, не только убивать. Я не знаю, мать она, не мать она. Сердце у неё, что у неё там. Как это можно было? Функция женщины – это рожать, воспитывать своих, чужих. У нас сколько детей с приёмными семьями. Отдают любовь свою и вкладывают в этого ребёнка душу, сердце, здоровье и вообще всю жизнь. Мы рождены женщинами для того, чтобы продолжать свой род. А это дитё несчастное, бедное. Господь за неё молиться и молиться, чтобы Господь Бог её там нашёл и сказал ей, милая моя, тебе здесь будет хорошо. Посадите. Очень строгий режим. Если существует такой режим, сюда надо, по-моему. И пусть Аллах накажет таких людей, как они позорят нашу религию, наш ислам. Ислама нету такого, никакого убивать людей. И мы считаем, таких людей, у них нету религии. Продолжение следует... Продолжение следует...